А там есть солнце, а над городом Кемерово нет солнца. У нас режим черного неба. Режим черного неба, так называются неблагоприятные метеословия, это период, когда загрязняющие вещества в воздухе накапливаются активнее всего. Это может происходить из-за различных метеорологических условий. В первую очередь это связано с тем, что нет ветра. Режим черного неба наблюдается в промышленных городах, где много источников загрязнения, и, собственно, они просто не рассеиваются и накапливаются в приземном слое. Ну и также это еще довольно специфичная история для сибирских городов, потому что именно в этом регионе случаются такие застойные явления, и чаще всего это бывает зимой именно, связано с сибирским антициклоном. При введении вот этого режима предприятия должны снижать выбросы. Как мы видим, это у нас не практикуется системно, и как только, собственно, случаются неблагоприятные метеословия, действительно небо становится черным. Случаи со смогом говорят именно про превышение мелкодисперсных частиц PM10, PM2,5, такие микрочастицы, которые могут проникать глубоко в легкие, а мелкие частицы даже и в кровь могут проникать. Они, по данным Всемирной организации здравоохранения, наносят основной ущерб. Практически 7 миллионов дополнительных смертей только случаются из-за загрязнения воздуха ежегодно. Во-первых, должна объявляться чрезвычайная ситуация официально. Когда объявляется чрезвычайная ситуация, тогда включаются другие механизмы, тогда предприятия не могут работать в том режиме, в котором они раньше работали. Главный приоритет — сохранение здоровья. Понятно, что мы очень быстро не придем к нулевым эмиссиям и так далее, но эти ситуации, к ним должно очень внимательное отношение быть. В тех городах, где чаще всего такая ситуация наблюдается, должны быть введены в эту систему мониторинга, оповещения людей. В школах и детских садах необходимо отменить прогулки на это время, сократить вообще, в принципе, пребывание на улице, сократить проветривание, оборудовать приточную вентиляцию специальными фильтрами и так далее. Ну, то есть тоже следить за этим. Кажется, что информация о загрязнении воздуха куда-то поступает, кто-то принимает на основании этого решения, и все будет хорошо. Но на самом деле спасение утопающих — дело рук самих утопающих зачастую. То есть можно самим заходить на сайт государственных органов, смотреть, что они там публикуют, какие сейчас нити условия, какие условия для рассеивания загрязняющих веществ. Кроме того, действительно, во многих городах действуют всякие активистские системы мониторинга воздуха. Главное, на самом деле, борьба с черным небом. Это не введение чрезвычайной ситуации. Каждый раз, когда случаются неблагоприятные метеоусловия. А вообще создание условий, когда загрязнения практически нет. Стремление к какому-то нулевым выбросам и на предприятиях, и в транспорте, и во всех секторах, которые так или иначе загрязняют воздух. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok